Самое главное, чему нужно обучиться, это обучиться тому, чтобы создавать ситуацию, когда обратная связь настигает сотрудника. Не потому, что вы пришли с обратной связью. Есть некоторые компании, где слово «обратная связь» заменяет знаменитый другой... Это когда пошли на ковер к начальству. И чем это закончилось. Дали эффективную обратную связь, в некоторых компаниях говорят. На самом деле, это не обратная связь. Это просто начальник наругался, был не в духе и так далее. И сейчас, поскольку эти иерархические конструкции не работают, сотрудник не испытывает ни чувства вины, ни угрозы, ни совести. На что пытается воздействовать начальник, когда он дает такую эмоциональную, яркую обратную связь. Обратную связь. Ну, ругается. Обратная связь – это не то, что кто-то на тебя поругался. Обратная связь – это когда ты в рамках своей деятельности или достигаешь результата, и чувствуешь положительное подкрепление, или чувствуешь фрустрацию, потому что у тебя, в основном, возникает внутренний разрыв. То есть, что ты делал, и это не привело к результату. И вот именно создание таких ситуаций приводит к тому, что человек действительно начинает, по сути дела, это как с одноруким бандитом. Он начинает на него дергать, дергать, там есть где-то положительная обратная связь, где-то отрицательная обратная связь. Но она в рамках самого процесса. И вот создавать такие истории, такие механизмы – это одна из очень важных составляющих. Продолжение следует...